В общем, мы с вами находимся у мемориальной таблички, которую благодаря... мы, собственно говоря, и сами назвались как кафе Макроуса. Очень долго, прежде чем выбирать название для кафе, ну, искал разные варианты, разные. Были предложения, франшиз и так далее, и так далее. Ну, что-то в какой-то момент 2014 год показал нам, что надо обратить взор вовнутрь себя. И когда мы проект делали, предпроектные работы, дизайнер взял мне и прописал Макроусов. Борис Андреевич Макроусов, кто такой? Это наш композитор, знаменитый на весь наш союз. Борис прославился он в основном во время Великой Отечественной войны, потому что он у нас здесь учился в период с 1925 по 1929 год. На втором этаже находился музыкальной технику. Пойдемте вовнутрь. Дальше продолжим это все там. Борис Андреевич Макроусов – это все-таки история. История, когда мы с вами идем в ресторан, мы хотим получить какие-то вещи. То есть мы хотим узнать какую-то информацию, мы хотим покушать и как-то повеселиться. Вот как раз эти три зоны, которые образовались у нас здесь, тот дальний зал, он стал у нас как музей. Я из него сделал, собственно говоря, такого плана. Родственники с удовольствием откликнулись. Я очень переживал. Я не знаю, я думаю, обычно мне говорят, сейчас ты им позвонишь, они тебе скажут денег, сколько надо давать и так далее. Нет, они откликнулись с такой душой, что они подарили нам фортепиано, который сейчас там вы увидите, масса фотографий. И дали мне много информации. И сейчас, пока я тоже вас ждал, я читал еще раз, перечитывал Википедию, посмотрел ее. И мне очень приятно, что мы все-таки прикоснулись к этому. Двор, который вы сейчас хотите посмотреть, мы потом еще зайдем, я вам расскажу про него. Это тоже отдельно сотрудничество с местным же, опять-таки, художником, который, если вы сейчас отсюда видите, вот такую картинку в стиле пинап. Валерий Барыкин у нас живет, такой нижегородский художник, пинапщик. Заходим, проходите, извините, я вас заморозил. Здесь афоризмы Фаины Раневской, вы уже, наверное, успели заметить. Я ее очень люблю. Для того, чтобы нам дальше с вами было легче разговаривать, вас ждут замечательные напитки, приготовленные специально для вас, и пирожки. Сейчас на самом деле хорошо, что город возбудился в определенном смысле, да, и мы обратили взор, как мы уже говорили, вовнутрь себя, и начали что-то менять. Слава Богу. То есть я считаю, что это хорошо. Перед вами фортепиано, который подарили нам, родственники Мукроусова, потому что, ну, как бы, они посчитали, что здесь будет ему самое место. Оно у них, как бы, сейчас было не востребовано. Мне было очень приятно, что они его нам передали, и я его немножко осовременил, вот, насколько смог. Я сделал Мукроусовское древо, оно постепенно, мы его дооформим. Сейчас оно будет наполняться. В марте будет у нас здесь тоже мероприятие, связанное со 110-летием. Борис Андреевич Мукроусов приедет. Внучка Фатьянова будет на автозаводе два концерта проводиться. Так что кому-то будет, если интересно, приезжайте, приходите. Я думаю, что мы попробуем устроить небольшой праздник. С пылу, с жару, с яблоками, или с повидой. Я вам сделал сладенькие пирожочки, чтобы вам было это... Пожалуйста, угощайтесь. С удовольствием. Угощайтесь.